Дорогие друзья, с вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухня Так сложилось, хотела огурцы закрывать позднее, но у нас установилась жара Огурцы начинают быстренько умирать, поэтому вместо абрикос заявленных Покажу вам рецепты из огурцов, вам они, я надеюсь, тоже потребуются Во-первых, как выбирать засолочные огурцы, если вы их не выращиваете, а просто покупаете Обращайте внимание на огурчики, у них есть пупырышки На этих пупырышках есть, в общем и целом, типа волоска такого, подсыхающего Так вот, если этот волосок черного цвета, это засолочные огурцы Если он белого цвета, то эти огурцы в засолку и в маринады не подходят По такому принципу вы можете ориентироваться при выборе огурцов, чтобы потом не удивляться Что вы закрыли ранее, они, как правило, превращаются в кашу В лучшем случае они просто пустотелые и такие дряблые Это на тему выбора огурцов Теперь следующий момент Иногда бывает так, что при выращивании огурцов, вы не досмотрели, у вас образуются большие огурцы Которые, в общем-то, уже кондиционного вида не имеют Я сейчас вам предложу вариант салата, который решит эту вашу проблему, это раз А во-вторых, он является очень вкусным и полезным Вот у меня здесь в тазу находятся дольки огурцов Это наша заготовка для нашего салата Как видите, мы закрываем с размахом, тазами А это значит, что вы хотя бы можете закрыть пару баночек и не переживать Мы же тоже не настроены перевести все огурцы Поэтому это наши обычные бытовые заготовки Маринад очень вкусный, сладкий для этого салата Огурцы выходят нежные, сладковатые на вкус, очень деликатные Поэтому ничего нам не мешает этот салат делать Пока предварительная прелюдия Лучше всего, конечно, закрывать этот салат в полулитровой и литровой банке Но на семью из трех человек, все-таки я предполагаю, что литровая банка будет удобнее Открыли, разъели и забыли А полулитровая вызовет у кого-то негодование по поводу того, что ему не досталось салата Как подготовлю огурцы? Огурцы, как видите, вот у меня такой уже с претензией на пожелтение огурец Судя по диаметру, как вы понимаете, это уже огурец взрослый, можно сказать, от преклонных лет Вот такие как раз огурцы прекрасно идут в этот салат Долька режется примерно от сантиметра до полутора Но вот тут на одной дольке видно, есть более широкая сторона и более узкая То есть вот такие дольки допускаются Более тонко резать я вам не рекомендую Поскольку салат этот отправится в стерилизацию И мелко-тонко порезанные дольки просто разварятся И этот салат не будет хрустящим Нам же хочется хрустеть Значит, насчет долек я вам сказала Какие бы огурцы у меня не встретились Они порезаны вот примерно на дольке От сантиметра до двух Это уже максимум, который вы можете себе позволить С нарезкой разобрались Теперь что положить в банку Здесь основная нагрузка идет на огурцы На два колечка лука, которые мы положим сверху На растительное масло и на специи Специи берутся очень ограниченные На дно банки укладывается душистый перец корошком Вот, можете полюбоваться И если любите, положите сюда, пожалуйста, один лавровый листочек Если он большой, то возьмите от него одну треть Потому что горячий маринад очень сильно выразит его вкус И он забьет вкус огурцов Более туда ничего не идет Итак, вся нагрузка на огурчики и на тот маринад О котором мы поговорим чуть позднее Сейчас у меня будет некоторая пауза Но перед тем, как на ней уйти Как вы понимаете, мне надо будет запомнить все банки огурцов Это не обязательно делать у вас на глазах Насчет укладки Укладку, предполагаю, рыхлую, но периодически встряхиваю огурцы Для того, чтобы максимально банка была заполнена дольками А не воздухом и не маринадом Маринад, конечно, нам нужен тоже Но ведь, в принципе, весь сыр-бор из-за огурчиков Поэтому можете укладывать, мучиться рядами и фигурами Но я накидываю рыхло, но периодически встряхиваю Для того, чтобы огурцы имели возможность занять пустотку И тем самым плотненько буду укладывать банки На этой ноте мы с вами расстанемся И я за кадром займусь тем, что буду укладывать свои огурцы в подготовленные банки Как только этот процесс закончится, я вам расскажу о маринаде Которым мы будем пользоваться при заливке этих салатных огурц Значит, мои огурцы загружены Постаралась максимально их компактно вложить Вот все, что у меня получилось Я сознательно вам не сказала, сколько у меня было огурцов У вас их может быть сколько угодно Например, 5 штук из них получится, например, 1 литровая банка Вопрос здесь не в количестве огурцов А в количестве рассола, который мы с вами будем делать И его пропорции я вам расскажу Но прежде чем мы перейдем к рассолу Сделаем еще одну подготовительную работу Которую надо обязательно сделать перед заливкой рассола Во-первых, примерно 1 столовую ложку налить растительного масла По законам консервации Масло, которое вы наливаете в банке Рекомендовано прогревать предварительно То есть прокалить его, довести до дымка Потом отключить, остудить и уже его заливать Таким образом, путем прокаливания Вы его полностью обеззаразите Потом вы благополучно сделаете Сделайте его менее ароматным Если вдруг у вас это не обязательно по рецепту Поэтому, дорогие мои друзья Я этого не делаю, учитывая того, что у меня консерва будет идти в стерилизацию Пройдет термическую обработку А если у вас есть рецепты, где овощ закрывается без стерилизации Туда надо добавить растительное масло предварительно Не забывайте, пожалуйста, что его перед этим придется прокалить и остудить Раскаленное растительное масло в банку никогда не наливайте У вас на глазах она разлетится на мелкие кусочки Все должно быть остужено Помимо того, что я сейчас сделала Сверху в каждую банку мы вкладываем Вот так вот режется лук примерно до сантиметра колечки Всю луковицу вкладывать не нужно Вот таким вот образом на верх банки Поверьте, то, что у вас кажется, что с горой и лишнее Это ничего не лишнее У вас потом просядет огурчик в процессе стерилизации Крышка спокойно оденется на вашу банку Конечно, без фанатизма огурцы не должны торчать у вас из банки Поскольку в данном случае, если сильно усердствовать и пожевать То тут можно получить эффект, что у вас крышка не прижмется Вот так вот раскладываем буквально по несколько колец Лук здесь играет роль, как вы понимаете, специи Когда вы закроете эти огурцы, зимой их попробуйте Вы сами для себя решите Присутствие лука вам нравится или нет Если вам нравится, как он промариновался и какой он по вкусу В следующую заготовку, то есть в следующем году Долю лука можно будет увеличить Это не смертельно Вот Значит, вот таким путем Наших Несложных упражнений Мы практически сейчас продвигаемся к тому Чтобы заниматься нашим рассолом Рассол здесь очень вкусный Напоминаю, что огурцы будут иметь вкус таких как бы малосольных, сладеньких И не случайно именно благодаря этому вкусу огурцов И этот рецепт называется салатом А не просто огурцами маринованными Потому что здесь очень деликатный рассол Вот Достойный того, чтобы эти огурчики закрывать Ну, фактически я уже Пока разговаривала, разложила все, что мне необходимо в банке Теперь самое главное И тут запоминайте Если вы по каким-то причинам Ну, бывает такое Наслух плохо воспринимаете информацию Напоминаю, что когда вы смотрите видео У видео у каждого в ютубе есть описание В этом описании, которое я заполняю самолично Как автор этих роликов Я вам обязательно оставлю рецепт То есть вот рассол, о котором я сейчас буду говорить Вы его увидите А пропорцию можете прочитать И она всегда будет с вами Поэтому напоминаю, что в описании видео Вас ждет рецепт этого блюда Итак, рассол Вне зависимости от того, сколько вы наваяли банок Вы должны рассчитывать на каждые 2 литра воды Которую вы возьмете Вам потребуется 2 столовые ложки с горкой соли С горкой, это вот так вот зачерпнули Вот этот горбик остается Его вставляем Значит, на 2 литра воды 2 столовые с горкой соли 6 столовых ложек с горкой сахара И 1 треть 9% уксуса 1 треть стакана Итак, повторюсь Ничего сложного нет Берем 2 литра воды Туда добавляем 2 столовые ложки с горкой соли 6 столовых ложек с горкой сахара И 1 треть стакана Это вот будет чуть меньше половины Зрительно разделяем стакан на 3 части 1 треть 9% уксуса Мы сюда заливаем Каким образом делается этот рассол? Соль и сахар Вода кипятятся Когда у вас рассол закипит И будет видно, что ни соли, ни сахара не осталось Вы отключите печку И уже в слегка охлажденный раствор Дольете свой уксус Перед тем, как заливать все это счастье Уже с уксусом, сахаром и солью в банке Рассол должен быть остужен Хотя бы до комнатной температуры Конечно, можно залить и горячей Но тогда ваши порезанные дольки огурцов Уже примут шоковое прогревание А мы боремся за то Чтобы огурчик остался хрустящий Цельный, не переваренный Не забываем о том, что эта консерва будет стерилизоваться Поэтому не надо делать никаких шоковое прогревание Для огурцов досрочно Понадеемся на стерилизатор Поэтому у меня здесь уже сделанный рассол В удвоенном количестве Я сделала на 4 литра Если мне не хватит Я всегда могу дополнительно повторить Уже здесь и соль, и сахар, и уксус Я сейчас при помощи поварюшки Не спеша и осторожно Заливаю свои банки Рассчитать вам, сколько вам нужно рассол Я не могу, потому что, напоминаю Вы можете заливать одну банку Тогда рассол у вас останется Или вам может не хватить рассола Потому что будет слишком много бана Всегда можно будет Если у вас остался рассол Не надо его выливать Поставьте его в холодильник И в очередной раз, когда будете делать этот салат Можете уже использовать готовый рассол Который у вас хранился в холодильнике Он не портится ничего Для того, чтобы уксус не потерял своих свойств Желательно банку с остатками рассола накрыть капроновой крышкой А после того, как вы очередную порцию огурцов загрузите в банку Вы просто достанете рассол из холодильника И даже не прогревая, зальете его в банку И отправитесь стерилизовать Все, что я сейчас буду делать Это вам уже, так сказать, не будет интересно Я сейчас позаливаю все свои банки рассол А потом мы вернемся к очередному этапу Закрывания рассол Когда закрываешь много всяких консервов Уже в большом количестве Тут без выворки не обойдешься У меня, конечно, такая выворка есть И когда я ее выбирала Мне очень было важно, чтобы борта ее были не сильно высокие Потому что очень тяжело доставать из высоких кастрюльбанки Но при этом, чтобы достаточно была вместимость Вот в эту выворку у меня входит 8 банок Это вполне прилично литровых Это уже какой-то прогресс есть Теперь по поводу того, как я стерилизую На дне у меня лежит полотенце Я никоим образом не ставлю банки Никогда на раскаленное дно Сейчас моя задача дождаться кипения Кипение может быть бурным Как только я увижу кипение Я уменьшу огонь до минимального Насколько только это возможно И при таком уже минимальном кипении Под крышкой, естественно Буду стерилизовать свои банки 10 минут Не надо их стерилизовать дольше Но и меньше литровой банки я вам не рекомендую Если вы делаете салат пол-литровых Что считаю неправильно Потому что это перевод банки Мало очень влазит огурца Лучше в литровый Значит мы стерилизуем их 10 минут С момента закипания на минимальном кипении банок Сигналом к тому, что огурец простерилизовался Будет изменение его цвета Сейчас он еще ярко зеленый Станет олитковым С этого момента можно закатывать наши банки Обратите пожалуйста внимание Стерилизация моя закончилась Но я хотела вам показать Каким образом кипит вода Не ключом, ничего Она просто шевелится и пыхтит Вот это то состояние Которое вы можете допускать При стерилизации огурцов Именно при таком кипении И при таком пыхтении 10 минут банки проводят у вас И это считается, что 10 минут С момента закипания Вот как увидели у себя в банке такое явление Так пожалуйста Отключаем нашу емкость Теперь нам вымут банки Поскольку горячие Доверяю опытным рукам Мои руки тоже опытные Но я не очень Есть мужчина, он нам поможет Вот видите как И щипцы не потребовались Значит так Обратите внимание Я стерилизую всегда банки Не с теми крышками Которыми я буду закатывать Связано это с тем Что металл расширяется Резинки тоже Вы начнете потом Горячие банки пытаться Закрывать Крышка вас подведет Поэтому В момент когда вы Простерилизовали Дежурную крышку Заменяете той Которой будете закатывать И никак иначе Иначе у вас будет Недоброкачественная закатка Ваших банок С этого момента Как только вы их закатаете Вы Баночку Переворачиваете на крышку Ставите в укромное место И накрываете теплым Это может быть старая шуба Пальто Одеяло Не имеет значения В таком состоянии У вас банка должна Полностью охладиться С этого момента Она уже готова Стоять хоть в комнате Хоть в клотоке Хоть в погребе Ну что ж Перед вами Один из самых приятных Интересных салатов Напоминаю Тем кто сомневается В рецептах И это абсолютно правильно Бывает разное У одного человека Удается У другого нет Мне нравится вкус Вам не понравится Всегда закрывайте Всего пару баночек И делайте путем Экспертного Так сказать Решения зимой Нужно вам это Или нет Нравится вам Консервы Или нет Я эти консервы Люблю Делаю их часто И за них отвечаю Ну что ж С вами была Елена Субтитры создавал DimaTorzok